Деревянные саши считают, что это ножки для кроватей. Да, наверное, точно, четыре вот. Ну, в общем, разные деревянные изделия. У меня дедушка, прадедушка был плотником. И вот такое дома, помню, мастерская была, делал разные штучки. У нас были даже деревянные каталки, тоже сделанные из таких палочек с колесиками деревянными. И мы садились туда, как в колясочке такие, и катали друг дружку. В Горьковской области. В деревне в нашей. А мы находимся в Варанасе. Священный город Индии. Один из семи самых святых городов. И один из самых старых городов мира. Стоит на реке Ганга. Люди идут босиком. Вот перед нами в Красном Саре женщина, девочка с ней. Молодая женщина и перед ними. Видимо, семья из шести человек. Все идут босиком. Подошел водитель электромобильчика. Предложил подвезти туда, куда нельзя вообще-то туда. Он и не поедет. А потом говорит... А, он индеец. Когда сашистник по хинде заговорил. Ну куда ведь? Вам же туда нельзя. На каком-то, видимо, масле тут невкусном жарят. Запах такой неприятный. Неприятный. Я не буду. На 10 рупий вот это. Ага. Ну а Дашь вон с вами. Вот этому вот. Я не хочу. И так не очень сладко я хочу. А еще захочется пить. И руки будут грязные. Надо их мыть искать где. А потом захочется в туалет, когда напьешься воды. Не охота. А потом захочется в туалет, когда напьешься в туалет. В жалебе. 100 рупий 4 штучки магниты варанасе я сняла все магниты с холодильника у меня там килограмма три наверное пакет этих магнитов какой дизайн горшочков у всех разные дизайны саши этому продавцу магнитов говорит пожалуйста хочешь я тебе куплю чай или завтрак но мне не нужны магнитики но он не захотел он хочет по-честному заработать день на продаже своих магнитиков а что это за колючий плод хмель может быть саши ищет я бы найди мне вот этих уличных дантистов я хочу просто поснимать просто посмотреть я просто посмотреть здесь они я прошлый раз тоже говорила просто посмотреть а потом уселась и поставила зуб себе колоритный такой город ему сказали что вот там вот возле того магазина этот дантист придет а еще где-то был попугай который вытаскивал предсказания and also попугай попугай парад давай попугая а это глиняные чашечки из которых пьют чай продают прямо такими большими повозками ну переругались ну переругались ну переругались папа они decide поддерутся а они сейчас поддерутся лог꾸ку офигул как направляем м морков… периодически читаю комментарии уселись на вела рикшу и вам не стыдно который раз друзья объясняю это не должно быть стыдно мы даем людям на работу они наоборот говорят если вам нас жалко сядьте и прокатитесь накормиться нашу семью дантисты иногда пишут ну дайте ему там 100 рупий а сами идите пешком или есть на другом транспорте как-то вообще легко чужими деньгами распоряжаться но мы же тоже допустим если заказываем там грузчики чтобы подняли нам шкаф или диван принесли в комнату они же тоже используют физическую силу целый день работают устают и нам не придет в голову сказать заплати грузчику а сама ну позови соседа и за бесплатно подними этот диван каждый работает как может у кого что есть используя физическую силу если вот она есть калькутте вообще вела рикши бегают пешком вернее они даже не вела рикши а как и ин калькутта хауды и колды их тоже он говорит называют рикшами но они бегом бегут и когда их хотели запретить о перышко белая падает по счастью мне когда их хотели запретить они очень возмутились и берут они кстати очень хорошо потому что ну для многих это осталось как туристическое развлечение какое-то намного дешевле доехать вот на электромобильчике или на электро на бензиновой рикши длинная длинная очередь края люди идут босиком туда без обуви и телефоны нужно оставить все свои вещи нужно оставить поэтому многие торговцы имеют вот такие шкафчики платишь и туда кладешь свои вещи и также обувь оставляют вот в этих корзиночках а потом какую-то платишь и денежку вот у всех есть такие ящички чтобы люди оставляли свою собственно здесь очень строго в этом храме ничего нельзя мы когда ходили возили туда туристов наших я сидела где-нибудь в магазине со всеми телефонами со всеми сумками а саши вела их храм и для иностранцев там отдельная очередь по импейте калайо вот везде везде эти сейфы что-то у нас чуть-чуть провел и садил говорит приехали он сказал 20 метров всего дойти до маникарник агат саши говорит здесь километр наверное все ну ладно проверим это дорога по которой на маникарник агат несут мертвые тела ну наверное там написано маникарник агат два замочка как и мы закрывали сирен партию Весна Рама Кришна А вон еще что-то Сандал Но я не люблю сандал Я не люблю сандал Я люблю лавандр А вот как раз Рам Рам Сатахе Они идут и читают мантру Рам Нам Сатахе Это значит имя Рамы истина Рам Нам Имя Рамы Сатахе Вот-вот Зидиода Лаванда Решил мне купить лаванду Ну что так много Надо было маленький 150 всего А у Рамы такой наверное 500 или 1000 стоит Ну просто ты не умеешь Рекламировать свой товар Ну а это огурец, кукумбир Ну давай жасмин Ой-ой-ой, вот это лавандр В таких бутылках из-под Рома наверное Или из-под сиропа Да ты, ты, ты не используешь Это очень сильный Ты даже не используешь Рама тебе дала Нет, Рама Но кида не будет 20 70 рупий сдал маленькая бутылочка значит 30 рупий стоит если бы он посмотрел на меня с любовью их и хирург от me with love like ramakrishna intel вау your soul so high we will pay 500 если бы да это же искусство если бы он посмотрела сказала боже какая же у тебя чистая светлая душа ты принцесса ты королева и богиня и восхищенно будет так и глазами так амора аморы и тогда бы этому товарищу мы бы заплатили 500 или даже тысячу у меня в кадре только ты получаешься тащит меня за руку и я то его бог то его живот то его спину снимаю лишь хочется варанасе отдельно от твоей спины поснимать а он так близко меня это за руку держит я когда монтирую я понимаю что у меня половина кадра это саши мы вначале хотели уличных дантистов поснимать но они еще не вышли на работу еще рано и сейчас мы идем на большой главный берли хат маникарника кат называется как виагра рыженькая черненькая беленькая говорит ты как пинджак пипл ага да заговаривают с иностранцами думают какая страна спрашивает саши саши их разочаровывает но многие тут ходят с целью до познакомиться с иностранцами какие-то свои услуги там может как гид поводить туда-сюда мне предлагали даже что-нибудь отвезти домой к ним пригласить и что-то выпить или покурить а уж там если на такое подпишешься это настоящее золото говорит очень старая ну вот он скорее всего хочет предложить услуги гида что-нибудь поговорить но вот с незнакомыми людьми ходить например к ним домой я бы вот не советовала особенно если они предлагают выпить они говорят шива же курил по дороге выспросят если ты вообще тут расскажешь им что одна приехала тдт по всяких историк каких только не бывает историй кто-то втирается в доверие ой давай мы с тобой бизнес откроем гостиницу откроем магазин откроем люди еду к себе домой там продают свои апартаменты и и и отдают все деньги этим семьям и потом исчезают с их деньгами их новые лучшие индийские друзья в общем друзья держите ушки на макушке очень часто мягко стелят на жизнь красивый бодрый день этот так и идет за саши ведь мы какие-то услуги пытаются ему навязать все штыки